От ОРВИ до вне больничной пневмонии. Как оказалось, всего ничего. В силу анатомо-физиологических особенностей у детей до двух лет опасный очаг формируется быстро, особенно под воздействием вирусной инфекции. Потому в период, когда за одну только неделю около 8 тысяч официально зарегистрированных случаев ОРВИ – бдительность в Кубе. Среди симптомов, которые должны сразу насторожить родителей – высокая температура свыше 38 градусов и плохо сбиваемая, нарушения со стороны дыхательной системы, кашель в том числе, плюс поведенческие изменения – вялость, плаксивость, отказ от пищи. Очень часто у детей, мы не можем, доктор, особенно в рутинной практике, услышать те хрипы, которые, как правило, бывают очень конкретные при пневмонии. Поэтому здесь обязательно рентгологическая диагностика и вообще, собственно, тактика ведения педиатра при определенных проблемах, которые возникают. То есть, опять же говоря, температура, нарушения стороны органов дыхания. И доктор должен выдаст направление на рентген-диагностику, и там уже в дальнейшем после результата вопрос решается. Госпитализация в возрасте до двух лет обязательно. Для детей старше – в зависимости от тяжести состояния. На излечение вне больничной пневмонии уходит в среднем от 10 до 14 дней. Прием антибиотиков обязателен, но строго по назначению доктора. А вот само лечение недопустимо и чревато. Давайте на чистоту. Вот как вы поступаете в тех случаях, если ртутный друг дает показатели выше нормы? Ложитесь на любимый диван, закрываетесь любимым пледом и отдыхаете. А вот и нет. В большинстве случаев четким, пионерским, строевым отправляетесь на работу. А если температура у детей, то значит провожаете их в школу или детский сад. Так вот, это ключевая и самая распространенная ошибка, потому что любая банальная вирусная инфекция может легко дать осложнение в виде все той же вне больничной пневмонии. И на сегодняшний день уже у 150 наших земляков официально подтвержден этот диагноз. И это только за неделю. Терапевт или педиатр вам в помощь. Вызывайте специалистов на дом, а далее следуйте указаниям. А еще больше пейте и придерживайтесь постельного режима. Будьте настороже, если болезнь прогрессирует. Появившаяся одышка или она нарастается, если она была раньше у человека хроническая одышка, это появление кровохарканья, даже маленьких ниточек крови в мокроте или температура больше 3-5 суток высокой, выше 38. То есть в этой ситуации нужно вызывать скорую и не ждать ни наступления утра, когда придет терапевт или педиатр, ни каких-то других событий. Профилактика вирусных инфекций стара как мир. Отказ от посещения многолюдных точек, ношение ватномарливых повязок и частое мытье рук. Сюда же все постулаты здорового образа жизни и позитивное мышление.